Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости канала! Как я и обещал, показываю вам действующую модель автоматического дозатора моющего средства. Он собран на основе поршневого насоса, показанного в предыдущем ролике. Ссылка, как всегда, есть в описании ролика. Насос управляется с помощью простой схемы, собранной на основе четырех элементов ИЛИНЕ. На двух элементах ИЛИНЕ собран генератор коротких импульсов, к которому подключен инфракрасный светодиод. Период следования этих импульсов можно измерить с помощью бесплатного аудиоредактора Audacity. Как видите, период составляет около 300 миллисекунд. Отраженные от руки инфракрасные световые импульсы принимаются инфракрасным фотодиодом, который подключен к дифференцирующему усилителю. Первый усиленный импульс запускает таймер, собранный на двух элементах ИЛИНЕ. Когда поршень достигает верхнего положения, замыкается герконовый выключатель, который через диод D5 сбрасывает таймер, а через диод D6 поддерживает вращение мотора до тех пор, пока контакты геркона снова не разомкнутся. На основе этой принципиальной схемы я вычертил печатную плату и с помощью принтера распечатал ее изображение на подложке от синтетических обоев. Затем я перенес изображение на заготовку из фольгированного стеклотекстолита с помощью термопресса. Нагревателем в этом термопрессе служит алюминиевая фольга. Я вытравил дорожки на печатных платах с помощью раствора хлорного железа. Обычно этот процесс занимает от 15 до 30 минут в зависимости от концентрации раствора. Я проверил результат под микроскопом, а затем просверлил отверстие. Из этих элементов я собрал плату управления. Я разрезал фабричный насос от ручного дозатора, чтобы приспособить его к своему автоматическому дозатору. Понадобилось сделать еще две резки нехромовой проволокой, чтобы превратить пластиковую бутылку в корпус для дозатора. Теперь можно приступить к сборке. Сборку мы начинаем с установки герконового контакта на каркас, изготовленный из жести. Остальные этапы сборки насоса отличаются только установкой поршня меньшего объема, так как задача этого дозатора выдавливать всего одну каплю моющего средства за раз. На кривошип я дополнительно установил угольник, сделанный из жести, чтобы можно было на нем закрепить небольшой магнит. Этот магнит управляет контактами герконового датчика. Блок управления имеет разъемы, что облегчает сборку дозатора. А это тот самый магнит, о котором я говорил выше. Фасонный хомут предназначен для крепления резервуара с моющим средством и аккумулятором. Выбор пал на литий-ионный аккумулятор, заряда которого должно хватить на год эксплуатации дозатора. Две светонепроницаемые трубки предотвращают боковую засветку инфракрасного датчика. Механизм дозатора крепится к корпусу всего одним винтом. После подключения питания можно проверить работу механизма. З Emомер Yankee Немитрица Механилиц Kara Механилиц В IR А вот так работает дозатор после заправки моющим средством. Подписывайтесь на канал, если вам понравился ролик. До встречи на канале. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok